Вот было такое, что я однажды в Лондоне это было, я много езжу. И как получилось? Возвращаюсь домой, две недели отсутствовал. Это вот в том месяце было. Домой возвращаюсь, и дети мне говорят, что-то говорят, холодно дома. Я думаю, а почему холодно-то, интересно? Обычно-то обогреватели у нас, а у нас зима тут. А зима-то у нас честная. Не то, что у вас, ребят. Вы-то зимой загорать можете. Смотрите, как бы мы не обзавидовались. Ну и вот, говорит, дома холодно. Думаю, да почему холодно? И тут понимаю, что задняя дверь немного приоткрыта. А там за занавеской не видно. И никто и знать не знал, что она открыта. Две недели была открыта. Две недели задняя дверь открыта была. Жена говорит, дома холодно. А дело не в обогревателе, просто дверь открыта была. А я как делал? Каждую ночь читал аят Аль-Курси. Читайте аят Аль-Курси. Для себя, для семьи, для близких. И нормально будет. Иншаллах. Смотрите. Если читаете аят Аль-Курси с правильным намерением, то вора даже еще поймают. Если вы с верой с правильным намерением читать будете, поймают его. Ну в общем. О чем я говорю? Абу Хурейр, да буди довольным Аллах, тогда понял, что аят Аль-Курси защищает того, кто читает его. И мы с вами должны понимать. Куль Ху Аллаху Ахад. Куль А'ллуби Роббиль Фаляк. Куль А'ллуби Роббиль Нас. Аят Аль-Курси. Все это Аллах нам дал для защиты от невидимых дьяволов. А если кроме этого вы и другие суры Корана читаете регулярно, то дьяволы не смогут находиться рядом с вами. Они не выносят Коран. Это очень сильная защита, которую Аллах нам дал. Если в доме есть какой-то дьявол, шайтан какой-нибудь завелся и пугает там людей, портит жизнь им. А шайтанов, дьяволов на самом деле много разных может быть. В доме. Но не беспокойтесь. Хорошие, добрые джинны тоже в доме бывают. Кто бывает? Ребята, не спим. Так что дай бог, чтоб вы глядя на своего супруга или супругу, говорили, ты такой хороший джинн, ма-шаллах. Такой хороший джинн. Так вот, бывают хорошие джинны дома. Бывают и плохие. Но есть способы, как избавляться от плохих джинов. Хадис из сборника Тирмиди. Посланник Аллаха сказал нам. Если вы будете читать Суру Бакара, Суру Корова. В своем доме. Дьявол не сможет там находиться. Вот у некоторых людей бывают проблемы. К примеру, взять. Случай, когда в одну из комнат дома человек заходит и тяжесть какую-то чувствует. Надо что сделать? Включить Суру Бакара на телефоне. На планшете, на компьютере, еще на чем. Дома надо это сделать. Всякое бывает. Разные шайтаны, бывает, живут в доме, в квартире. Избавляйтесь от них. Вам надо читать Коран. Слушайте меня. А, ребят. Что надо читать? Обращаться к кому за помощью? К кому обращаться? К кому обращаться? А не к шейху. А то некоторые причи стало... При проблемах идут к шейху. Который занимается избавлением от джинов. Деньги ему платят. Типа сейчас он все разрулит. Не понимает, что у этого бывают плохие последствия. Иной раз к такому шейху ходят, когда... Бывает, этот шейх, от которого ты помощи ждешь, может он тебе нажиться просто. Просто одурачит тебя. Может у тебя изначальной проблем-то не было, по сути. А шейх че, ему деньги нужны. И он, чтоб их с тебя получить, найдет у тебя проблему? Придумает. Ты с надуманной проблемой к нему пришел. Причисто, Аллах. Знаете, как таких людей проверять надо? Как отличить шарлатанов от настоящих шейхов? Проверить надо. Вот у меня друг, у него проблема была с коленом. Учился он с нами в медресе и с коленом своим мучился. Это было с ним в Индии. Индия это родина таких вот шейхов в кавычках. Понимаете, да? Родина. Ох, и много их там. Кого только нет, Гудини. Кого только нет, всех мастей. Проблема с коленом у него была, значит. Мучился он с ним и искал кого-то, чтоб помогли ему. Вот люди ко врачам не ходят. Это одна из больших ошибок. Не ходят люди ко врачам. Это большая ошибка, мой друг. Если ко врачам не ходишь, чтоб они диагноз поставили, ты большие проблемы наживаешь. Проблемы себе создаешь. Знаю, некоторые физически не могут дойти до врача, но надо искать способы, провериться, чтоб диагноз поставили. Почему? Потому что может быть такое, что у тебя физического характера проблема. Просто с организмом что-то не так. Причи с Таллах. Я вот в Лондоне тут говорил людям. К истории с коленом я еще вернусь.